Говорит Черкесск Здравствуйте! В студии с вестями Республики о Марте Киев. Коротко о некоторых событиях. На территории Республики произошло увеличение количества ДТП на 21%. В Жечукуни Абазинского района стартовало строительство новой зоны отдыха. Двое жителей Карачаева Черкесии стали победителями республиканского конкурса чтецов Корана. И в Республике откроется Федерация киберспорта. Далее об этих и других темах подробнее. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов в числе других руководителей субъектов Северокавказского федерального округа принял участие в заседании Координационного совещания по вопросам безопасности, противодействия коррупции и обеспечения правопорядка под председательством полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки. Участники мероприятия рассмотрели вопросы обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охраны общественного порядка и объектов критической инфраструктуры, а также обеспечения общественно-политической стабильности и информационной безопасности в регионах округа. Кроме того, обсуждены дополнительные организационные и правовые меры, направленные на нейтрализацию антироссийской деятельности зарубежных неправительственных организаций на территории округа. В работе последнего в этом году пленарного заседания принял участие глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов. Он поблагодарил депутатский корпус за плодотворную и эффективную работу за 2022 год. «Считаю, что исполнительные, законодательные и муниципальные органы власти справились с теми задачами, которые перед нами ставили в первую очередь президент России и жители Карачаевой Черкесии. Вместе с тем нам есть куда стремиться, очень много вопросов, которые предстоит решить, реализовать планы на краткосрочную и долгосрочную перспективу», – сказал Рашид Тимрезов. «Я хочу вас всех поблагодарить за ту вашу активную работу, которую вы проводите со своими избирателями. Несмотря на отношение к той или иной политической партии, парламент Карачаевой Черкесской Республики считаю, что как в едином таком цельном кулаке все отработали, опять же и совместно с муниципалитетами, ну и, конечно же, в первую очередь с правительством Карачаевой Черкесской Республики». В рамках сессии во втором и третьем окончательном чтениях принят проект закона о республиканском бюджете на следующий год и на плановый период до 2025 года. Утверждены основные характеристики регионального бюджета на следующий год. Общий объем доходов – 33,8 млрд. рублей. Общий объем расходов – 33,6 млрд. рублей. Профицит республиканского бюджета на грядущий год – более 170 млн. рублей. Проект бюджета на будущий год и на плановый период до 2025 года имеет выраженную социальную направленность. Об этом сообщил министр финансов Карачаевой Черкесии Вадим Камышан. «Как и в предыдущие годы, у нас бюджет социально ориентированный. Расходы этого направления составляют у нас более 60% от общих расходов. Ну и всегда основной документ формируется непросто, потому что, тем более в современных условиях, мы должны смотреть вперед, прогнозировать, планировать, какие решения будут приниматься в следующем году в настоящих условиях. Есть, конечно, у нас положительные, позитивные моменты. У нас мы проиндексировали и заработные платы, и расходы по медикаментам проиндексировали. Предусмотрели средства на выполнение майских указов президента. Дополнительно мы в бюджете предусмотрели средства на увеличение лекарственных препаратов. Мы добавили 50 млн. рублей. На предоставление квартир для детей-сирот, думаю, дополнительно 40 млн. То есть у нас в этом году такие беспрецедентные объемы, но будем стараться и дальше наращивать». В Карачаево-Черкесии откроют футбольный лагерь и построят крытый манеж для тренировок юных футболистов. Также планируется приглашать на мастер-классы именитых спортсменов. Об этом журналистам рассказали в Министерстве спорта Карачаево-Черкесии после прямой линии с Рашидом Тимрезовым, на которую с этой инициативой обратился руководитель футбольной школы Академии футбола Сергей Мащенко. Комментирует информацию министр физической культуры и спорта Рашид Узденов. «Мы этот вопрос рассматриваем и рассматривали до обращения уже нашего коллеги Сергея Мащенко. Рассматривали, мы примерно определяли его потребность, масштабы, его локацию. Наверное, мы все-таки построим футбольный манеж. Он будет где-то размер в подмене футбола 40 на 20 с площадкой. Но пока вопрос о локации и о проектно-смертной документации, а дальше о вхождении в соответствующую программу. Если говорить о маленьких малышах, все-таки, наверное, надо их вывести на определенный уровень, чтобы в дальнейшем уже оттачивать на каком-то высоком уровне их мастерство. Но опять-таки, предложения нашего коллеги мы берем во внимание. И если в дальнейшем потребуется поддержка либо материальная, либо какая-то техническая, мы поддержку, конечно, в этом вопросе окажем». В Министерстве сельского хозяйства Карачаево-Черкесии состоялось внеочередное совещание. Причиной его проведения стал вопрос, прозвучавший во время прямого эфира с главой республики Рашидом Тимрезовым. В свою очередь, глава республики поручил министру сельского хозяйства Анзору Боташеву провести работу с сельхозпроизводителями региона. «Нынешняя ситуация у нас благоприятная, ДомАТЭ уже работает. Хотелось отметить, что Минэком России разработано и развитие овцеводства в СКФО. Программа отдельная. Только для СКФО будут предусмотрены денежные средства в размере 40 миллиардов рублей до конца 2030 года». На состоявшемся в МВД республике брифинге с участием представителей ГИБДД и средств массовой информации основной темой стал рост дорожно-транспортных происшествий в Карачаево-Черкесии. Руководитель отдела организационно-аналитической работы и пропаганды госавтоинспекции Олег Камов отметил, что на территории республики увлечение произошло по всем трем основным показателям аварийности. По количеству ДТП на 21%, по числу погибших на 51% и травмированных на 24%. Всего с начала этого года на дорогах региона погибли 80 человек, 4 ребенка, 566 получили различные телесные повреждения. Министр цифрового развития Карачаева-Черкесии Валерий Медовый в прямом эфире в социальных сетях пообщался с жителями республики. Сначала рассказал об успехах нашего региона в сфере цифровой трансформации, ведь Карачаево-Черкесия возглавляет рейтинг цифровой зрелости субъектов СКФО, который составляет РАНХИКС. К слову, во многом благодаря активной вовлеченности наших земляков в мир современных технологий. Министр также поделился планами на следующий год. Он рассказал об открытии в регионе Федерации киберспорта, Федерации спортивного программирования и цифровизации сферы образования. В следующем году у нас планируется подключение к системе Московской электронной школы МЭШ. Это очень важно, это очень интересно и знаково для республики. Наши дети получат возможность доступа к таким же цифровым системам и сервисам, как школьники Москвы. Контент, который доступен московским ученикам, во многом будет доступен школьникам Карачаева-Черкесии. В этом огромная заслуга нашего Министерства образования. И хотелось бы еще раз поблагодарить министра Инну Кравченко за особое внимание к цифровым инструментам образовательного процесса. Победителями республиканского конкурса чтецов Корана стали двое жителей Карачаевой Черкесии, которые получили путевки в хадж. В этом году финальный этап республиканского конкурса «Лучший чтец священного Корана» прошел в недавно открывшейся соборной мечети Черкеска. В нем приняли участие более 30 лучших чтецов со всех городов и районов республики. Самому юному участнику исполнилось 10 лет, а самому возрастному – 83 года. Сильнейшими среди профессиональных чтецов стали Али Алиев из Зеленчугского района, а победителем среди лучших в возрастных группах Ахмат Биджиев из Черкеска. В каждой группе были определены три призовых места. Победители в номинациях получили по 50 тысяч рублей, обладатели второго места – 30 тысяч и третьего – 20 тысяч рублей. До наступления Нового года остались считанные дни, и чтобы поддержать боевой дух и настрой бойцов в зоне специальной военной операции, учащиеся Карачаевского городского округа отправили им новогодние подарки. Вместе с продуктовыми наборами солдаты получат письма и новогодние открытки. Администрация запустила предновогоднюю акцию под названием «О детских любящих сердец» в целях поддержки участников СВО в предновогодние дни. Ребята собрали различные сладости, конфеты, не портящиеся продукты питания. Посылка будет незаменимым и самым дорогим подарком для солдат. На полигоне твердых коммунальных отходов в Черкесске заменили сорванные сильным ветром защитные экраны, из-за чего разлетелся полиэтиленовый мусор. Установлены также дополнительные экраны сетки и ограждения протяженностью более 100 метров в зоне выгрузки для предотвращения таких ситуаций. На мусор по дороге к полигону города обратили внимание активисты регионального народного фронта. Практически вся санитарная зона, в пределах которой разлетелся мусор, уже приведена в порядок. В Ижачукуне Базинского района стартовало строительство новой зоны отдыха. Проект согласовали всем аулам. Администрация привлекла земляков к обсуждению всех деталей. Благоустроенные аллеи, детская площадка и место для занятий спортом – основные намеченные планы. Территорию огородят и оснастят освещением. Главное управление МЧС России по Карачаевой Черкесии напоминает жителям и гостям о необходимости соблюдения правил безопасного использования пиротехники в новогодние праздники. Комментирует информацию заместитель начальника отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельностью и профилактической работы Гульнара Аджикова. Необходимо обратить внимание на информацию на товарной упаковке и на самом изделии, которая должна быть обязательно на русском языке. Также должен быть указан адрес производителя, класс опасности, особенности использования и зона поражения. Пиротехнические изделия должны содержаться в особых условиях, при которых попадание солнечного света и осадков минимизировано. Также в супермаркетах и магазинах должен быть специальный консультант, который сможет грамотно рассказать про все свойства и особенности взрывания ракет, хлопушек и фейерверков. При покупке пиротехники в первую очередь следует обращать внимание на целостность упаковки и, конечно же, на срок хранения. Серьезно и основательно подойдите к выбору места для запуска фейерверков. Необходимо, чтобы это была открытая площадка, а до ближайших построек или же автомобилей расстояние должно быть от 50 метров. Рядом не должно быть деревьев и сухой травы. Не приводите в действие пиротехнические изделия из открытого окна или балкона. Поджигать фитиль необходимо на расстоянии вытянутой руки. После зажигания немедленно отойдите на безопасную дистанцию. Во время запуска фейерверков не курите. Не наклоняйтесь над неисправным изделием и уж тем более не пытайтесь его разобрать. Соблюдение этих простых правил обеспечит вам веселый и безопасный праздник. Будьте аккуратнее. На территории Карачаева Черкесии проходят профилактические мероприятия, направленные на пресечение бесконтрольного выпаса домашнего скота. Для нашей республики, как исконно сельскохозяйственного региона, серьезной проблемой является ДТП с участием домашних животных, оставленных без присмотра. Люди получают травмы и погибают в подобных автоавариях. Автомобилистам и самим безответственным хозяевам скота наносится материальный ущерб. С начала этого года на территории республики произошло 121 ДТП с участием бесхозно пасущегося скота, в которых один человек погиб, 20 получили травмы. В Ставрополе прошли 20-е краевые соревнования по спринтерскому многоборью в рамках программы «Динамо. Детям России» на призы заслуженного тренера России Сергея Халатяна. Две бронзовые медали завоевали легкоатлеты республики. На третью ступеньку педестала поднялись Вероника Гавриленко среди девушек до 18 лет и Эдуард Горбузов среди юниоров до 20 лет. В шаге от педестала остановился Владислав Аменко среди юношей до 16 лет. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 3-8 градусов. В горах минус 2, плюс 3. В горах свыше 2,5 тысяч метров. Лавина опасна. В Черкесске небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 8 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.